В Будапеште после революции строят эту цитадель на господствующей над городом высоте. Русские вошли в Венгрию в июне 1849-го, а уже к октябрю здесь ни одного нашего солдата. Провели спецоперацию по восстановлению монархического порядка и ушли. А Николай обрел свое звание жандарма Европы. По-своему очень цельная, Николаевская эпоха ясно сознает свои эстетические идеалы. В почете строгая красота. Лучшим и талантливейшим поэтом эпохи признан Крылов. Его доступные басни хороши для семейного чтения, их назидательная мораль благотворно влияет на умы подрастающего поколения. Сочиняет Крылов в свободное от основной работы время. 30 лет он, спустя рукава, служит в императорской публичной библиотеке. Все погожие дни проводя в оцепенении своей баснословной лени. Крылов открывает окно своей угловой комнаты, насыпает крошек, приманивая голубей. Вон, с галерей гостиного двора. Те привычные залетают даже внутрь. Иван Андреевич кладет подушку на подоконник, устраивается поудобнее, курит сигару, рассматривает прохожих. Заведя знакомых, зовет к себе в гости. Обжора, неряха и засоня, проповедник трудолюбия, скромности и умеренности, он всероссийский дедушка Крылов еще при жизни. Его сборники Басин, бестселлеры-рекордсмены, разом расходятся астрономически для того времени сорокатысячные тиражи. Эти шкафы, они от основания публичной библиотеки. Оригинальное приспособление, чтобы доставать книги с верхних полок. Такая конструкция выдерживала даже тучного Крылова. На следующий день после смерти Баснописа более тысячи человек в Петербурге получают такое траурно-подарочное издание. Крылов сам хотел отправить знакомым очередное издание своих басин, но не успел. На титульном листе срочно допечатывают приношение на память об Иване Андреевиче по его желанию. Книги, как бандероль, заворачивают в черную бумагу и этот посмертный подарок рассылают в адресатуре. Николай повелевает поставить Крылову памятник. Конкурс выигрывает царский любимец барон Клод, скульптор редкой специализации, анималист, воятель животных. Из циркуляра Министерства просвещения. Памятники всей олицетворения народной славы, знамениями жизни и духовной силы населяют пространство нашего необозримого Отечества. Самого Крылова Клод сработал по-крупному, простые линии без затей. Зато скрупулезно лепил с натуры зверушек для пьедестала с перышками и шерстинками. Есть что детишкам рассматривать, а в целом похоже на модный тогда большой нарядный чернильный прибор. Петр Клод был бароном бедным и негордым. Отставным поручиком резал из дерева фигурки всадников. Поделки нравились императору и игрушечнику Клодту заказали гигантских коней для нарвских триумфальных ворот. Сроду не бравший в руки гипса и глины, самоучка мигом ухватил античный дух имперской формы и за шестерку коней стал профессором и академиком. Клод еще много создал таких исполинских наверший для пресс-папье. Самый живой его шедевр – укротители на Анечковом мосту, впервые реставрируемые к юбилею Петербурга. По Анечковому мосту не впервой стоять с одной парой укротителей. Николай эти скульптуры все время дарил. Пару в Германию, пару в Италию. Клод ничуть не обижался. Скульптор-самоучка, он стал еще и литейщиком-самоучкой. Отливал одну скульптуру за другой. Теперь вот их чистят, как живых. Кто-то Николай говорил, Клод, твои кони лучше, чем у меня в конюшне. В русском искусстве Клод – самая лошадиная фамилия. Обзывая Николая солдафоном, часто прибавляют – лошадей ценил больше, чем людей. В этом они с Клодтом сходились. После кончины императора памятник заказали любимому скульптору покойного. Казалось бы, памятник царю. Но и тут у Клодта лошадь важнее всадника. Искусно рассчитанное равновесие вздыбленного коня считается главной ценностью монумента. В живописи выбор Николая до сих пор разделяет большинство российских ценителей с возможностями. Николай I. Что бы ни написал Айвазовский, будет куплено мною. 18-летним студентом Академии художеств армянин из Феодосии Иван Айвазовский написал «Этюд облаков над морем». И после не знал уже ни отдыху, ни сроку. На должности живописца главного морского штаба он выполняет для Николая виды главных русских портов и главных русских морских побед. Сторонние заказы не возбраняются. И как сегодня Айвазовский самый дорогой в России антиквариат, так тогда он был самым дорогим современным искусством. В искусстве лить воду с холстов Айвазовскому не будет равных. Декоративная живопись в золоченых рамах идеально вписывается в интерьеры дворцов и просто богатых домов. И дело поставлено на поток. За 60 лет работы 6000 картин, то есть в среднем по 2 картины в неделю. Правда знаменитый «Девятый вал» писал вроде целых 10 дней. Кистью и палитрой Айвазовский дослужился до действительного статского советника, что соответствует адмиралу. Это ли не триумф художника-мариниста? Архитектурный вкус Николая оказался даже еще судьбоноснее. Николаевский придворный архитектор Константин Тон смешивает монументальную классику с древнерусской самобытностью. Теперь важно не то, что мы Третий Рим, важно, что Вторая Византия. Тон проектирует для Николая новый дворец в Московском Кремле и оружейную палату. Все 34 вокзала железной дороги Петербург-Москва и, главное, он автор Храма Христа Спасителя. Поставить в Москве собор в честь победы над Наполеоном решил еще Александр I. Строительство на Воробьевых горах не заладилось, почва осела и деньги разворовали. Николай сам выбирает новое место. Возле Кремля, где стоит Свято-Алексеевский монастырь, пришлось его сносить. Татьяна Пасек, писательница. В Москве народ говорил, горе работникам, которые коснутся Алексеевского монастыря. И что же? В первый день при огромной толпе работник, снимая крест, сорвался и расшився в дребезги. Колокольня Ивана Великого, тогдашняя главная городская высотка, в храме Христа Спасителя помещается целиком. Новый символ духовности, родоначальник московской гигантомании. 103 метра в высоту, по 82 метра в длину и в ширину. Николай лично утвердил этот проект Константина Тона, он лично заложил храм. Оригинальный собор строили 40 лет. Храм осветили в коронацию внука Николая Александра III. Москва все еще малоэтажная, и огромная махина видна на дальних подъездах к городу. Большевики снесут храм, чтобы построить здесь самое большое здание в мире, дворец Советов. Но построят самый большой в мире открытый бассейн. Потом за пять лет будет возведен нынешний ремейк, он снова самый большой в мире православный собор. Субтитры создавал DimaTorzok